На многие тысячи километров унывый пейзаж. От казахстанской границы к узбекистанской лишь изредка встречаются заросли саксаула. Именно здесь происходят настоящие военные действия. В прямом смысле слова, инспекторы охот за опрома отбивают жизни краснокнижных животных. У наших же казахстанцев. Внимание, обнаружены следы подозрительных автомашин. Браконьеры начали стрелять. Я по радиаторам видел, говорю, по баллонам стреляли, видел. Ну, чтобы уже в лобовой государственный инспектор стрелять. Мы с вами поедем, где обитают краснокнижные животные. Из них там именно Джейран. У нас мы сегодня поедем посмотреть, как обитают. И где трофа, убедитесь, что нелегкая работа инспекторов, как охраняется природа. Подождите, а Сайгаки где? Вот Сайгака в основном у нас обитает с северо-востока от города Казаларды. Это Битбагдалинская долина. Битбагдала называется. Где расположены именно нефтяные компании жилистов. Нефть Кульмунай. Вот дальше. Это называется Битбагдала. В основном они обитают в степи Казалардынской области, районам Кармахчинского, Аральского и Казалардынских районов. Ну, а вот сейчас она где находится? Вот в это время года. В это время года они находятся вообще-то в Карагандинских областях и в Уральских. В зимний период они переходят. Но они возвращаются сюда где-то в октябре, в ноябре, да? Или уже в декабре? Уже, начиная, в конце ноября они уже миграцию делают на территорию Казалардынской области. Сайга вообще-то от холода они не боятся. Они только, когда их корм остается под снегом, они ищут корм и дальше на юго-запад вот так двигаются. Ну, хорошо. Как бы Сайга-то не боится 40-45 градусов. Но для человека это достаточно ощутимая температура, особенно если это степь. Но в это время года вы также патрулируете, и мало того, у вас работа как раз-таки именно в этот сезон. Мы патрулируем специально вот таких джипах, хороших проходимости, высокопроходимости. И у нас есть КАМАЗ-Кунг, чтобы отдыхать наш инспекторский состав. Ну, то есть это такой передвижной дом на базе КАМАЗа, да? Да, да. Если будут следы других автомашин в степи, мы должны сразу же поймать этот браконерский состав. Так, внимание, группа. Экипаж 46-й, экипаж 21. Внимание, обнаружены следы подозрительных автомашин. Обнаружены следы подозрительных автомашин. Мы сейчас будем определять... А как вы определили, что она подозрительная? Подозрительные автомашины, потому что они съехали с дорог. Да, с дорог съехали, и мы будем сейчас определять, куда они направлялись. Смотрите, сейчас этой травы лежат вперед, да, вотца? Вот, значит, автомашина направлялась вперед, вот. Перед нас едет, значит. Здесь экипаж будем искать эту машину. Как индейцы, да, еще ухом давайте послушаем. Да, смотрите. То есть, примерно из той же серии, да? Браконеры, да, браконеры. Когда Джейранов или Сайгу увидят, да, они съезжают с дороги, да. Понятно, что Сайгата по дорогам не ходят, особенно по асфальтированным. Да. Мы можем определять по их следам, на каком скорости примерно они ехали. А как это вообще, особенно скорость? Как можно определить скорость? Ну, смотрите, машина на большой скорости, когда поворачивается, он кидает всякие глины на большой... А, то есть, отлет вот этих вот грунтов? Да, отлетов грунтов на большое расстояние. А он, если на малых скоростах ездил, значит, он... Припечатывает просто, да? Да, 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 просто остается следы. И вы прям уверены, что это свежий след, да? Да, это свежий след, потому что, смотрите, если вчерашний след был, если вчерашний след был, да, здесь остановился, как там сказать, на русском, и он был... А, то есть, уже бы занесло, да? Да, занеслось бы, да. А сейчас уже свежий след, мы сейчас будем проводить мероприятия. Ну, и на секундочку, в 21 веке, а, в принципе, методы работы не изменились, да? Да, видите, да? А, то есть, еще... Да, листья, листья тоже, да, лом травы, это тоже... Листья, видите, да, свежие, свежие были. Не завяли, да? Да, вот наши инспектора уже стали профессиональными своих работ. Они стали следовать пультами? Да, они сразу определяют, это джип или уазик, сразу можно определять по следам. Ну, по протектору, здесь, в принципе, для меня все понятно. Берег, ага. Практически целый день в дороге, это единственное сооружение, которое я видела. Везде степь, пустыня, саксаулы. Да, Наташа, это не единственный, у нас таких сооружений много здесь. Не, ну вы мне не показывали, мы или мы другими дорогами ездили. Нет, расстояние далековато чуть-чуть. Это сооружение древнейшее, называется, Харкказ называется. Это что-то типа 40 девочек, девушек. Да, по-русски так. Вообще-то это строение было примерно там в четвертом веке. И есть легенда? Да, есть легенда, правда. А пошли сразу посмотрим и покажите. Давайте я вам покажу. Но я могу рассказать вам легенду, то, что я слышал от наших дедов, местных жителей, которые нам... Из уст в уста передают, да? Да, да, из слуха передавали. Это я могу только вам рассказать. Но первоначальная версия неизвестна, да? Которую прав, не прав, мы точно не знаем. Вот здесь написано, бланда, два киселя это написано. Бланда называется. Но на самом деле это называется Харказ. Проходите. Могу я вам сказать, почему Харказ? Не, ну нормально так, тут не каждый пролезет, да? Да, конечно. Все, давайте. Ну все, пошла я. Физкультура наша, все. Да. Да, вот смотрите, да, как прохладно здесь, да? О, сразу прям чувствуется температура совсем другая. Вот еще смотрите, вот смотрите, стены, да, стены. Да? Это прям как будто холл. Полтора метра стены, да, видите, да, толщина. Какое строение было. Наши предки, да, тогда, тогда они уже знали счет строения, как можно там строить. Тогда наши предки хорошо знали. То есть они тогда уже владели навыками строительных норм и правил, да? У них были свои, которые мы потом впоследствии преобразовали. Да, ну я легендам вам могу сказать. Легенда когда-то была здесь Бай, жил. И у него было сорок девочек, сорок девочек. Так девочек или девушек? В смысле многоженить было ли это были просто его наложницы? Ну мы не знаем, говорят, у одного Бая был сорок девочек, короче, девочек. И они здесь жили, потом слышали звук хорхтата. Вы хорхтата знаете, да? Да, хорхтата. Вот слышали звук хорхтата, хорхтата, и они хотели идти туда, откуда звук был, да. Вы хорхтата хорошо знаете, он своим хорхтатам даже тучами разгонял. В общем, такие легенды есть. Этот Бай, наши предки, да, со своим женам, со своим девочкам, и решили пойти в хорхтата, где звук хобуза идет. Так нет, они просто от любопытства или зачем они туда пошли? Смотрите, у хорхтата хобуз – это волшебный звук, они их манили? Да, волшебный звук, они хотели идти туда. А хорхтата был, знаете, аулия. Аулия – это значит, любимые рабы Аллаха. Вот они хотели идти туда, вообще-то они вышли туда, по дороге все девочки, говорят, умерли. Ну, воды не было, кто знает, аддиналлах, знаете, все было. Ну, конечно, тяжело, я думаю, за его день покаталась лучше, мне тяжело. На дохорхтата дошла только одна девочка, говорят. Вы сегодня побывали в домах нашего героя Кензигулова-Аделио Казардинской области. Он погиб при исполнении служебной обязанности. Наш герой был такой отважный, да, у него был такой характер. Когда он устроился на работу охот-зоопром, я вам так честно скажу, что среди браконьеров они уже сами рукоподняли, оставили свои браконьерские действия, потому что Аделя в городе знали, кто он такой и какого у него был характера. Субтитры создавал DimaTorzok Вот здесь живет наша легенда, наша легенда Алтыки. Алтыки! Стреляются с нами. Я вот, например, в Активовской области, в Комсомольском районе. Браконьеры начали стрелять первым. Ну и потом мы применили тоже. Я говорю, сволочи вы, я по радиаторам видел, говорю, по баллонам стреляли, видел. Но чтобы уже в лобовой государственный инспектор стрелять, это выиграли чересчур, ребята. А сколько лет проработали вы? Я где-то около 35-36 лет. С инспектора начал я, и до начальника инспекции дошел. Ну у нас нелегкая работа. Это надо природу любить, животный мир любить. А как вы думаете, вот сейчас, допустим, когда у наших уже есть такой арсенал, и оружие есть, и техника есть, и людей достаточно, а все равно браконьеры есть, все равно не боятся. Нет, браконьеры уменьшились сейчас. Я вот иногда езжу в охотхозяйство, езжу туда езжу. Раньше пыльные дороги были, сейчас травой заросло. Сейчас уменьшилось браконьерство. Вот смотрите, они отбиваются от нас, таких ежика называется, кидает нам сразу баллон. Ну то есть это же не готово, это они специально заказывают? Они специально сделали с железа пруд. А он как кидает нам, он любым путем попадает в колесо. И смотрите, пробитый местаяц у нас, он пробивает шину, и машина на больших скоростях может перевернуться. Субтитры создавал DimaTorzok Мы с вами два дня провели. Это реально адский труд. Вот вам самому для чего это? Природа – это наше богатство. Мы делаем это все для наших детей, чтобы осталось, это богатство осталось нашим внукам. И за это мы трудимся.